Ну спляшите нам не на камеру, ну спляшите, танцуйте как вы можете, а ногами подвигайте, что так у вас все ноги? Ну могу подвигать, но здесь так, не очень ровно, поэтому ну как, ну могу, ну можете все. Ай да молодец, Эрундик, ай да молодец. Добрый день наши уважаемые подписчики, те кто нас смотрит постоянно, и наши новички, которые первый раз включили наш канал. Мы решили снять небольшой экстренный ролик после дам предыдущего, так как много вопросов таких поступают, и люди пишут, которые готовятся к операции, которые не думают об операции еще, но уже проблема есть в плане артроза. Их пытаются лечить всякими консервативными методами. Консервативные методы хороши, я их не отрицаю, но когда человек уже находится в возрасте, скажем, 60+, в основном, да, у него уже вследствие физиологического старения организма остается очень мало клеток, которые способны к дальнейшей быстрой регенерации. И те препараты, которые вводятся, типа стимуляторов регенерации хрящевой ткани, выработки внутризуставной жидкости и так далее, они в данном возрасте уже могут быть неэффективны, а денег они стоят достаточно много. И поэтому, как и говорил мне мой доктор, когда я его спросила, я тоже задавала такой вопрос, потому что, ну, все мы боимся в какой-то степени операции, да, вот, стоит ли? Он мне сказал прямо, что нет, как медик медику, без всяких там этих агитаций и прочего. Поэтому, если такие методы предлагаются в возрасте, так как все артриты и артрозы у нас помолодели 40 лет, чуть раньше, тогда это еще, может быть, имеет смысл оттянуть операцию. А в нашем возрасте, кому 60+, и больше, я считаю, тянуть не следует, потому что чем дальше откладывается операция, тем больше идет деформация, изменение костной ткани. И тогда протез ставится более сложный. И адаптация, и реабилитация более длительная, более сложная. Вот, поэтому я все-таки рекомендую операцию, и тем более, что операции, сейчас техника операции во всех странах цивилизованных пошла уже такую апробацию, настолько отработана, настолько уже профессионально, что бояться тут нечего. Вот, и кроме того, хочу сказать, что я, конечно, ни капли не жалею. Вот после того ролика, что мы снимали на озере с Сашей, мы потом поехали в магазин, там надо было кое-что купить, и я умудрилась брякнуться на двух ступеньках, поднимаясь в магазин по лестнице, держась за перила. Нога за ногу зацепилась, и я брякнулась на левую неоперированную ногу. Но он мне помог, и я благополучно встала, отрихнулась и пошла. То есть я вам говорю, что ты начинаешь жить фактически после операции, вот уже у меня скоро год, полноценной жизнью. Поэтому те, кто вам говорят, да нет, надо подождать, давайте уколчики, ну не верьте. Уколы, обезболивающие, блокады, это временное явление, это на какой-то период. Вам снимет только лишь боль, но проблему это не решит. Ходить вы будете так же плохо, вот, и проблему ваших хронических заболеваний суставных это тоже не решит. Раньше тоже я немножко недопонимала в отношении системных заболеваний типа ревматоидного артерита и псориатического артерита, которые у меня. Я не понимала, почему, какой смысл операции, если процесс все равно останется, конечно, да, заболевание основное. Но ревматолог мне пояснила, говорит, что такие операции, такие больным делают для того, чтобы вернуть их в нормальную жизнь. А дело уже ревматолога дальше и терапевта лечить эти суставные заболевания, продолжать терапию консервативную. И как она мне сказала, вот эти препараты, которые назначают в таких случаях, метатриксат и так далее, они боли не снимут, потому что уже деформация, уже сносился хрящ и боли будут. Они будут затихать, усиливаться, затихать после блокад, но они все равно будут. И ходить будете все хуже и хуже. Но если вы сделаете операцию, у вас есть шанс и большой процент ходить нормально. Пусть некоторые ходят с палочкой, пусть некоторые боятся ходить с одним костылем или как-то, но они все-таки ходят и они не выпадают из жизни. А так, ну, делайте выбор сами. Вот, я все-таки вам советую очень хорошо подумать и не затягивать, кто готовится к операции. Подписывайтесь на наш канал, я желаю вам здоровья, поздравляю со всеми прошедшими праздниками, крещенскими, рождественскими и Новым годом. Не бойтесь и идите вперед!